Минск, Чижовка-арена. В спорткомплексе проходит турнир среди молодежных сборных. Сюда съехали спортсмены не старше 17-ти. Статус чемпионата международный. На ринге бойцы из России, Грузии, Узбекистана, Франции и Китая. Для многих это первые соревнования после затянувшейся паузы. В составе команды Беларуси два представителя Бабрюйской школы бокса. Александр Добнар и Владислав Смоловский. В боксе 17-летний Влад Смоловский 7. В год своего первого серьезного юбилея парень сделал себе подарок. Завоевал золото Минского турнира. Спортсмен из Узбекистана противостоял нашему земляку в первом бою. Без особой трудности Бабрюйчанин прошел финал. И снова в ринге представитель Восточной Республики. С ним было тяжело, потому что он всегда шел на меня, бросался. Приходилось его встречать, было тяжело с ним. Ну а за счет чего он тогда победил? Не знаю, за счет опыта, техники. Ну а что тренер подсказывал? Говорил, чтоб встречал его, всегда крутил на ногах. Чтоб не давал ему, чтоб он ко мне подходил близь. Потому что он маленький, ему в ближнем бою надо работать. Второй представитель Бабруйск, Александр Добнар, тоже вернулся домой с медалью высшей пробы. Это большой успех, потому что из трех золотых, которые сборная Белоруссии завоевала на этом турнире, две уехали к нам в Бабруйск. Путь к успеху всегда тернист и непредсказуем. Только через упорные тренировки, а иногда и боль, спортсмен поднимается на педестал. Наши боксеры тому яркий пример. Инвентарь, без которого трудно представить тренировку любого спортсмена, это боксерская груша. Одним из наиболее сильных ударов является хук. Многих бойцов он отправил в локаут. На турнире разыграли 14 комплектов наград. Первое общекомандное место у сборной России. Хозяева ринга, боксеры из Белоруссии стали вторыми. Для тренеров это генеральная репетиция предстоящего первенства Европы в Черногории. До него остается всего месяц. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бабруйск, 360. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бабруйск, 360.